всем привет сегодня у меня для рождения мне исполняется 28 поэтому будет обзор пива сегодняшний мой гость это андрей ахметов люди за этим кадром чего-то начинает смеяться но это неважно что то еще хотел сказать а вспомнил но у меня день рождения 18 ноября день независимости латвия поэтому поехали снимается здравствуйте все начинаем обзор пива вот таких слов и начинаю продолжает видео вот со мной специальный гость может хотел кому-то передать привет что-то продавать я пока воздержу все привет все пойдет в разговоре и мы там все решим кому что передать хорошо вот как видите я закупил его вот у меня чек в руках в общем я закупился примерно на 14 евро тимур слов можно сказать от пива ну право писька пива во первых я хочу поздравить с днем рождения пожелать этом удачи вся всего всего лучшего нормально провести этот обзор и чтобы пива попить я хотел сказать то что если в ю тубе вы наберете обзор пива то вам выдаст примерно 30 тысяч 2800 обзоров и этот мой обзор попадет но в этот поиск вот а самое популярное видео на ю тубе это на канале обломов вот на мой взгляд самый известный блогер в россии данный формат который вы сейчас смотрите он не новый то есть до этого уже снимали другие там например русские блогеры тот же например медисон или холландские поэтому уже не в новинку поэтому приступим ну пожалуй начнем закуски которые купил чипсы еще это ну вот тоже пойдет пролить закуски маркиз мы его ставим когда даже и вот такая вот рыбка я вот сюда вот положу тарелку вот купил честь этого обзора учесть еще день рождения такую майку вы знаете как такое шекспир в общем ну гамлет быть или не пить только здесь пивной типа гамлет пить или не пить вот в чем вопрос да забыл в самом начале сказать ролика что даже пусть это будет с опознанием поздравляю всю латвию с днем независимости про исторические сведения не буду говорить все можете прогуглить ну что для латвии означает 18 ноября день независимости платы шумалда снарю нашим так хочу отдельно поздравить ну скорее всего это видео выйдет не сегодня 18 а скорее всего 19 либо вы уже будете 20 ноября смотреть хочу поздравить но уже наверное скорее всего с прошедшим с днем рождения у двух человек это моего бывшего однокурсника лавриса мажейка я тебе звонил ты знаешь поэтому смотри это видео или же начинай смотреть это видео и одну девушку зовут ее олеся эта девушка витя новацкого если ты смотришь то видео извини если не так твою фамилию в общем сказал что-то еще хотел сказать ну ладно неважно в общем вас поздравил ну ладно перейдем в общем к обзору пива а вот что ты хочешь сказать да еще я думал что-то говорить и подбирал какие-то слова и ловился на той мысли что возможно в этом видео что-то не доскажу либо что-то лишнее скажу так не получится чтобы видео получилось ну идеально хорошая поэтому все остальное она как бы приходит с опытом чипсов кстати чипсы эти стоят это в другом чеке в общем его покупал в другом магазине в риме это в детоне кто знает ну кто живет дал бы по семье реально там не продали это пиво вот там сидела молодая продавщица играет где ваш паспорт игру мне из апплодисы потом смотрите мне 28 я родился в 88 года рождения продавщица не хочет мне продать надо документ его их документы но я просто пошел в другой магазин не продавали ну продали это пиво я просто пошел дивону да и если вы решили покупать пиво то берите все таки собой паспорт поэтому ну потому что есть законы которые надо соблюдать государство понимаете там когда вам продают ну хотят продать пиво то продавец либо продавщица они ну как бы понимают кому они продают и ну что именно продают в общем так ладно продолжим дальше немного рыбки положим ну чё и кота тогда уже кроши не кота не надо так внутри рыбки положим ну чё и кота воздерживать а хотя все положим так начнем с обзора пива диман я тебе короче предлагаю начать жигулевского почему жигулевского потому что его легко открыть пробку можно спокойно повернуть ну и попробуем с тобой я думаю это в первую очередь ну хорошо тогда как у меня день рождения я разливаю я тут гости еще сидят аплодисменты хера себе ладно я для этого дела взял ну еще хотел сказать что данный формат для мужиков в общем что для настоящих долгопесков кто в компании попить просто так пиво попить как в песне дискотека авария пей пиво пить пиво просто так пиво на заре пей пиво перед сном люди за кадром можете ничего начнем обозревать пиво конечно так как это пиво жигулевское да жигулевское что можешь сказать вообще не знаю отзывы слышал ним что пиво хороша но как бы сам сильно его не употреблял я вообще первый раз это буду пиво пить очень это пиво стоит 79 центов живет в балтии в общем в латвии ладно начнем в общем сколько можно болтать пиво как пиво вроде нормально идет напишите в комментариях из чего делают обычно пиво и почему когда много пены в общем ну в общем мы как бы можно сказать сделали обзор на это пиво теперь приступим вот к этому пиву двухлитрового как-то вот ходил на курсы латвического языка но скоро у меня закончится и тут учитель по латышскому языку ну языку говорит что вот такое пиво уже не хотят продавать в латвии в общем именно такие вот двухлитровые но мне почему-то продали в магазине может быть и правда что двухлитровые именно в пластмассе не будут продавать но как один мне знакомый сказал что если продают ну именно в текляшке то качество лучше вот а если в пластмассе то оно хуже в общем правильно давайте тогда пил занесалось дабы газ фильтрет будем пробовать я кстати это пиво уже пил и мне нравится особенно светлое а тебе как андрей ты пил вообще это пиво я не знаю да как бы алдерес я считаю до сих пор держит свою марку и она считается лучшим пивом в латвии здесь написано пил но он же адрес короче вы зрители ютуба можете написать в комментариях как вам но это пиво кто пил или хочет попить в общем напишите в комментариях напишите в комментариях напишите что-нибудь по-любому аж нос зачесался нагрюха набухает могу сказать что я напишу хорошо сколько времени на дисплее показывает 10 минут 10 минут а нормально надо уложиться по времени бой так вы за кадром можете это принимать билетов все хотя бы видно да да ты такой напаленный да ну что начнем пробовать вот по вкусу это уже по-другому уже идёт по другому по рецептам но есть короче какие-то отголоски именно что это латвийское пиво то есть это не российское пиво не немецкое а именно пиво на светлое пиво но все равно лично я считаю что наш адрес не уступает никакому российскому пиву то же самое жигулевское мне показалось намного вот будет похуже чем наша латвийская это адрес ты сам как считаешь но может быть и так ну пусть зрители напишут который может это даже как-то легче на вкус это пиво так начнем теперь в алюминии обозревать аудерис гайшес ауэс в общем это светлое пиво знаете что мне нравится в этом пиво на то который я сейчас держу то что оно холодненькое в общем то да холодненькое холодненькое а вот как на качество влияет я не знаю вот мне кажется разница есть вот когда в пластмассе когда в алюминии или в стекляшке мне кажется разница есть напишите это в комментариях почему вот но может быть в плане экономического это может быть выгодно ну там из какой-то фирме или продукции это выпускать либо в стекляшке либо в алюминии но мне лично нравится то что это практично ты там купил например и положил и вес он легче ну то есть он ощущается либо ты берешь стекляшки либо ты в алюминии то есть ну понимаете что это будет легче это потяжелее слышали звук только мне кажется звук может быть в алюминии ну алюминия так звучит в банке а кстати напишите в комментариях где еще производит именно ну в каких странах именно в алюминии вот но мог производить что можешь сказать андрей про минусы пива вообще я считаю что в пиве много как бы получается и минусов и плюсов ну короче минус большой что будешь много пить пива будешь встать криво бля да ладно вот это образуется у тебя это женские клетки от пива если его много употреблять а кстати есть такая тема напишите в комментариях кто разбирается в этой теме растет живот а да кстати растет живот употреблять да кстати если попробовать весь год каждый день пить по 0,5 ну вырастет у вас живот или нет ну я к мужикам обращаюсь в общем я укладил себе на высли еще то что есть девушки которые пьют пиво ну из моих подписчиков ну мне кажется есть напишите в комментариях или мне в личку что вы любите пиво кстати как тебе это пиво не знаю пиво в общем то они неплохо но просто мне показалось намного как то получше которое было просто я сейчас попробовал вообще вкус другое реально как будто лимон пью я не говорю да какое то оно и грековатое что ли хотя тот же самый Aldris ну тоже что то есть такое латвийское производство попахивает по вкусу как будто лимон пьем просто напишите в комментариях ну кто в общем пил это пьем что вы думаете об этом пили так ну теперь начнем вот ну с этой стороны в общем так в руках у меня Цесу премиум может в другом магазине дешевле или дороже я не знаю хоть ты пиво и соли могу сказать что здесь 5,2 алкоголя вот забыл вам сказать сколько это стоит сейчас ну ладно посмотрю Цесу Цесу премиум Цесу премиум короче стоит 79 центов может в другом магазине дешевле или дороже а знаете что мне нравится в этом же пиве именно форма видите она отличается например от этой формы то есть видите она идет вот так вот такой формы то есть может возьму я открою или ты откроешь не я открою слышите как зубы а бутылки то звенья кстати напишите в комментариях кто может открывать Ну, именно бутылки с зубами, ну, вы поняли. Бывают люди даже, которые могут открыть и глазом. А, глазом. Не, люди же окрасать! Лично я бутылки открываю, бья их об голову, так быстрее. От Виталия-то об голову. Так, люди за кадром по роботе тоже. Бля, алкашом скажу с нами. Что ж, пробую это пиво. Цесу. Двушку закрыл. Цесу премиум. Кстати, вспомнил одно слово. Горьковато. Есть такое, что горьковато? Или это после чек-то? Это совсем уж не очень. Какое-то уж сильно горьковато. Да, напишите в комментариях, кто пил или хочет попить это пиво. Ну, вот сразу чувствую, что вообще... Лично наша оценка совсем. Да, можно сказать, что, ну, так себе, не очень. Да, с рыбкой потяга. Поэтому, можно сказать, что это не самое лучшее латвийское пиво. Ну, на данный момент. За 2016 год. Все-таки, пока мы что с тобой попили, самым лучшим оказался Alderis. Ты со мной согласен? До этого я уже сколько... Сколько мы тут попили? Ну, вот я имею в виду, что мы с тобой здесь попили. Мне показалось, что пока самый лучший на вкус был Alderis. Где лимон был? Нет, вот перед этим. В Ухан. Да. А, пил за нас это? Да. Ну, оно светлое просто. Я считаю, что оно пока самым лучшим было. Так, следующее пиво. Идет Портер. Афанасий, частное пивоварное. А знаете, что мне это нравится? Пиво. То, что оно в стекляшке и именно форма. А ты что скажешь про форму? Покажи. Ну, лично, да, бутылкой они постарались. Ну, вот мы попробуем его на вкус. Что будет там. Я могу открыть вот так, если хочешь. Ну, да, попробуй. Напишите в комментариях, кто может так открывать. Нихуя листья ты, блядь. Мастер, блядь. Как шоколад какой-то. Обратите внимание, как выглядит шоколад. Реально. Вот, вот. Могу показать. Видно вообще на дисплее? Видно? Видно, да. Вот, смотрите. Можете на паузу поставить тоже. Видите, как шоколад. Да, я думаю, ты выльтишь это. Я думаю, ты себе тоже налей это. Да, чёрт. Чтобы потом Местину сидеть в полете. Так, ну люди за кадром. Можно посмотреть. Стой, 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 стой. Люди за кадром. Адрюха, ты бухой, блядь. Кстати, пио тоже латвиста. Да, пизда, ты бухой, блядь. Да пошёл. Ладно, давайте попробуем пио. Ой, давайте понятно, кто бухой, нахуй. Ладно, давайте попробуем пио просто. Ты не умер? С тобой всё хорошо? Ну тогда выпьем. Дай мне выпить этого шоколадного. Вообще на вкус какое-то другое пио. У тебя хуже? Скажи, да. Ну, будь ты, не знаю, пьёшь... Квас какой-то, блядь. Да, 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 квас, квас. Такой горький квас. Соли, нахуй. Вообще пиво, которое я здесь обозреваю, и пиво вообще впервые пью. Вот, и везде разный вообще вкус. Жули. Фу. Уши совсем. Да, солёные. Я с чаполитом. Я не знаю, что надо делать, чтобы такое не напить пиво. Мне кажется, оно на любителя больше всего, чем... А, мне кажется, пиво просто на любителя. Да. Во, Виталий хуящий. Лично бы я сам лично такое не пил. Уж не очень оно совсем. Камбука. Ну, допить надо. А что люди за кадром скажут про это пиво? Нормальное. На вкус такое, ну, на вкус такое, очень гликовато. Ну, так неплохо. Вообще, можете что-нибудь ещё написать про пиво, если вы лучше меня или лучше Андрея разбираетесь с пивом. Именно в латвийском. Ну, можете и про российское написать пиво. Вот. Кстати, мы с тобой сегодня пили. Походу, Жигалёвское всё-таки было украинское. Ну, может быть. Уж точно не латвийское. Напишите в комментариях, какое вы считаете самое знаменитое пиво в Латвии. Я вам сразу скажу, ну, которое я считаю знаменитое пиво. Я выделил три пива. Три марки. Это Оптимум. Дальше Апенитос идёт. И Вальтер. Но в обзоре этого пива нету. Но вы можете написать в Пункаре. Оптимум. Да. Кстати, я смотрел Вальтер. Там вообще стоило... Ну, я пошёл в Риме, короче, в Детоне. И... Это пиво где-то стоило... Ну, сорок что-то центов. Реально. А, давайте дальше обозревать пиво. Не знаю. Вот пиво, которое я взял... Кстати, Оптимум это для Элиты давно пил. В общем, я взял, оно такое холодненькое. Потрогаю, оно холодненькое же. Вроде как бы да. Я думаю, знаете, вот когда люди идут в магазин покупать именно вот такое пиво, то их привлекает, наверное, то, что... Ну, так. Ну, здесь корона какая-то. Вот. Крушовица. Ну, скорее всего, это не латвийское пиво, а какое-то зарубежное. А как ты думаешь, кто это производит? Ну, лично, считаю, что я, что производит по-любому какая-нибудь Украина. Не читаю, но по названию мне кажется, что именно она делает это пиво. Он снегается сам. Опять Украина, думаешь? Все-таки мы с тобой... Ну, лично твое мнение, кто это пиво делает? Ну, что-то в Европе связано. Чешская республика. Может быть. Давайте посмотрим, сколько оно стоит по чеку. Сколько? Так. Я не знаю, я не знал бы... Кстати, это пиво стоит... Оно получается из моего вписки самое дорогое. Нет, хотя нет, наверное, не дорогое. А может и дорогое. 99 центов. Ну, практически 1 евро оно стоит. И это 0,5? Да, 0,5. Все, что мы тут пьем, практически это 0,5. В стекляшках. Клак. Сейчас в твое. Жить туда нелеперывается междуитием. Так, оно, стукautик скажиť. Пусть меня нелеперывается мне крик. Мда Вобщём, на цвет – ничего. На цвет? Ну… Ну, вроде нормально. Не то, что просто чоколадом. На кадром можете взять. Ну что, у меня просто шоколадное пить страшно. Ну по запаху мне нравится. Довольно-таки вкусное пиво. Ну мне нравится, кстати, вкус. Я пью, и мне нравится вкус реально. Правда, вкусно. Вот есть пиво, которое идёт легко, а есть пиво, которое не так легко идёт. Не знаю, в общем, пиво неплохое. Ну мне нравится. Но, Димон, ты же знаешь, что чехи всегда славились этим пивом. И, в общем, делают они неплохо. Ну не одним, наверное, не одним. Напишите в комментариях, что вы думаете сами про это пиво. Сколько там на дисплее? 25. А, нормально. Честно скажу, с рыбой, если когда рыбу запиваешь, не очень. Охуенно. Охуенно. Не очень. Вот это вот пиво не очень, запивать пиво. Ну. Люди за кадром говорят, что вот CESU, как там называется? Premium. CESU Premium говорят, что не очень, поэтому вы сами ржайте. Ну, решайте, будете пить это пиво или нет. В общем. Так, ну следующее пиво. Смотрите. Хорошо. Alderis Islases Medalus. Вот так оно выглядит. Вот. Можешь подержать, Андрей. Можешь сам сказать уже, ну, твои первые впечатления об этом пиве. Вот лично, которые сейчас производят вот эти Alderis Islases с вишней, с медуз там, бля. Еще с чем они производят. Вот это вот пиво сейчас мне самому лишь очень понравилось. Лично я бы пил вот, особенно с вишней. Мой комментарий пил хорошо. Еще будем пробовать. Кстати, Андрей, сколько бы ты мог, ну, выпить литров пива? Ну, твой рекорд. Или у тебя есть свои рекорды? Не знаю насчет рекордов. Я бы поспорил, но как бы пиво, как бы, сейчас я не пью вообще. Вот не любить. Человек не пьет вообще. Водку только пьет с точки. Ну, он решил со мной выпить, потому что в честь, ну, день рождения, день независимости Латвии все-таки. Да. 18 ноября. Да, я думаю, что к данному формату уже, скорее всего, не скоро вернусь. Может вернусь, но там, может быть, не знаю. Следующий раз мы... Обзор вина, может, обзор водки будет. Следующий раз у нас будет обзор водки. На мое день рождения. Дима обещал, что выпить залпом финляндскую. Ладно, возьмите это пиво, в общем-то. Дима, на мое день рождения, жду видео обзор. Ну, ты пиши. Валайс. Пишите, Валайс, может, с вами там сделаем обзор. Там водки, вина, в общем, шампанское. Хотя, вот знаете, вот вино, шампанское я вообще не люблю. Вот пиво как бы, водку еще как бы уважаешь там. Главное, чтобы вам было 18+. Да. Это самое главное. Да. Ну, вообще, не старайтесь быстро дружить с алкоголем, потому что, может, ваш молодой организм не сразу привыкнет и даст капуто назад, вертолеты начнут летать. Поэтому такое делаем, как сказать... Слушайтесь вовремя старших, взрослых людей, потому что они вам говорят. Ладно, надо пробовать. Вкусное. Ну, как будто женское пиво пьешь, короче. Ну, это пиво я впервые пью. Ну, я уже до этого сказал, что... большинство, которого пиво здесь пробую, я впервые пробую. В общем, пиво сладкое на вкус... Не знаю. Легко идет. Легко идет, да. Димон говорит, что-то женское. Не знаю. Не знаю. А, кстати, если про девушек говорят, про женщину, то они обычно пиво не любят, потому что оно воняет. Вот. Они обычно там любят какие-то коктейльчики, а пиво и водку они не признают. Ну, это... Если брать большинство, в общем. Ладно. Следующее пиво... Димон, конечно, не прав. Многие девушки любят пиво, но... Они просто в этом не признаются, я считаю. Все пьют пиво. Так, следующее пиво... Просто не каждый их не знает. А, да. Следующее пиво у меня... Цессо Бружо Руктайс. В общем, вот так оно выглядит. Зеленые этикетки. Позвони, Никита. Ну, можешь подержать, в общем, Андрей. Что скажешь? По твоим первым впечатлениям? Лично первым впечатлением по бутылке... Слишком зеленое. Много зеленого. Ну, надо проверить. Ну, лично я его еще ни разу не пил. А, вот, кстати, обратите внимание еще... Как это называется, Андрей? Нет, нет, вот это вот вообще. Латвия это называется? Нет, нет, вот это как называется? Крышка или какая? Пробка. Пробка. В общем, обратите вот на эту пробку. Здесь... Лак Латвии. Три... Звездочки. Напишите, Календарь, почему три звездочки? Видно, да? Видно, да? Видно, да? Видно, да? Видно, хорошо? Нет. Ну, ладно. В общем, три звездочки. А ты можешь, ну, сам показать, вообще. Да, показать, братан. Посмотрите. Вот, еда. Ну, короче, можешь налить пиво. Сейчас. Сейчас я его вносим. Что это такое? Ну, можешь обозревать это пиво, сейчас. Это Зенгало, Латвии и это. Ну, можешь рассказывать пока везде, нет. Три звезды, это же это, Зенгало, Курсу, ну, это не начи. Чё, историю, сука, не учили, будет? Короче. Короче. Смейте, один не буду, я не алкаш. Дежурим. Поэтому подождем Диму. А Жулина, да? Жулина, там такую панику, наверное. Нам пришел какой-то звонок, туда вот, и такой странный. Лично, по бутылке, в общем, выглядит неплохо. Но. Ты Жулина? Я не знаю. Адрей, ну, рассказал что-нибудь на камеру? Да так, маленько. Ну вот, я вернулся обратно, я решил это не обрезать, просто брат звонил, говорит, надо ноутбук вернуть. Вот. Я говорю, 20 минут. Сколько времени дисплей показывал? Ммм, 31 минута. Сейчас, 32. Ммм. Ну что ж. А. Я просто забыл уже. Ммм. Я уже разлил, а тебе и себе. Ну надо, давайте пробовать. Ммм. Ммм. Ну, вообще, как пиво. Фу. Не знаю даже. Ммм. Ну, я скажу так, что неплохое пиво. Неплохое пиво. Неплохое пиво. Надо положить еще чипсы. Так, это мы съели уже фишку. Я думаю, у нас с тобой разное мнение будет по поводу этого пива. Но, лично для меня, не знаю, мне оно уж не понравилось никак. Так. Мы это пили пиво или нет? Мы сейчас его пьем. А, пилим. А, мы с тобой не попробовали вот медуз. А, ладно. Возьмите. Какое они попробовали? Медуз. А где оно? Оно куда-то ушло, походу ты его убрал. Мы вроде пробовали его. Неа. Кстати. Ай, ладно, не важно. Давайте следующее. Так. Ну, вот я открываю следующее. Пиво. Не латвийское. Сразу вам говорю, что это Прага. Премиум. Ческое пиво. Imported. Там еще написано 1784 год. Beer. Ладно, давайте будем пробовать. С Андреем. А, нам звонок в студию. Ладно, давайте. Звонок. Звонок прервался на мажорной ноте. Да. Ну, говори что-нибудь, Андреем. Не знаю. Вот сейчас мы попробуем это пиво. И выдадим вам свою оценку. Андрюха, ты... Лёй за кадром возьмите. Это пиво. Да, это пиво. Да, мне лично нравится. Вообще, что-то по вкусу очень и неплохо, да. Рыба нормальная, вообще вкусная. Ладно, давайте скажи, сколько она стоит. Прага, Прага. Прага премиум, в общем, стоит 90 центов. Вот. Напишите сами в комментариях, кто пил или хотел попробовать. Но пиво вам скажу, очень даже не хорошее. Ну, ладно. Ладно, давайте отсюда возьмём. Аударис, Гайшис, Алус. Ну, что можешь сказать? Ну, по своим первым впечатлениям. Первым впечатлением. Пил вообще? Пил? Нет. Нет. Ясно. Человек за кадром может показать людям. Да. Вот. Да, можете написать в комментариях, что вы думаете, в общем. Может кто-то из вас пил. Ну, давайте, Андрей, додрю. Ну, ты за кадром возьмите. Да. Так, ну, что. Начинаю пробовать. Кстати, всё равно напишите в комментариях, почему, когда вот в пиве много пена. Напишите, почему это плохо. Ну, или напишите, почему, когда вообще нет пены в пиве. Да. Хотя, такого не может быть, чтобы алкогольного не было пива без пены. Ну, то же самое сказать, что как дым без огня, в общем. Ну, пиво мне нравится. Я бы сказал, что это из пяти крепкая тройка. Мне почему-то как-то легко идет. Тебе, Андрей. Ну, ну, в общем, как я и говорил, для меня, как бы, Алдрис остается лучшим пивом. Поэтому это пиво тоже, я считаю, нормальное. Да. Но пока единственное пиво, с кем она может подпорить, как это с чешским, где мы пили. Ну, уж точно не с тем шоколадом, который мыслал. Ну, да. Сколько там времени дисплей покажу? 36 минут. Должно уложиться уже. У нас осталось ровно две бутылки. Да. А, давайте садим. Ну, ладно, давай. Отправится так, я не знаю. Ну, пока. В общем, сейчас будем обозревать Хэнекен. Хэнекен Леджер Бир Премиан Квеллочер. Одно из самых популярных пив где-то за границей. Да, да, да. В ваге, походу, даже. Это какое, немецкое или английское? Английское. Мне кажется, английское. Мне тоже кажется. Напишите в комментариях, я думаю, вы точно пили. Я думаю, я сам это пиво пил, но не помню, когда. Давай мы все прочтем. Да. Здорово. 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 Андрей. Ну, мне лично нравится. Я бы сказал. Ну, одно из лучших пивов в Европе. Я подержу с того же мнения. Сколько времени дисплей показывает? 38. 38. Ну, там очень много вырезков. Время подходит к концу и поэтому, если это видео обрежется, значит, мы, ну, как раз выложились в то время, которое, ну, выложили в общем. В общем, у меня в руках Лач Плюсис, Гай 6. Вот. Что можешь про это пиво сказать? Про это? Да. Да я даже не знаю, как бы Лач Плюсис. Тоже в общем пиво. Значит, если закончится и будет зеленый фон, который там находится, значит, это было, ну, как бы, вот на этом пиве и остались. Вот. Потому что, когда я думал, сколько покупать, то... Так, мне тишина надо. Тишину поймали. Тихо. Не подвести итоги надо к этому видео просто. Ну, что. Мне надо подвести итоги к этому видео. Мне 28. Это обзор пива. Большое спасибо Андрею Ахметову, что он принял участие в этом шоу. Ну, и также люди за кадром. У меня в руках Лач Плюсис, Гай 6, оригинал рецепт, латвийское пиво. Вот. Если что-то не досмотрел или не сказал или лишнее сказал, значит, я не мог быть самым лучшим обзорщиком пива. Ну, кто досюда досмотрел, тоже большой молодец. Вот. Ну, что мне сказать вам? Сами пишите в комментариях, в общем. Вообще, большое спасибо, кто меня поздравил, кто меня не забыл еще. Ну, и, наверное, все. Всем пока. Пока. Мы на компьютере смотрели, а никто не знает. Пока. Пока. Пока.